Это не магия, но какое-то просто, наверное, очень-очень хорошее совпадение, что так это все получилось. У каждой влюбленной пары есть своя незабываемая история отношений, опираясь на которую можно писать книги. Герой нашего сюжета – Игорь Светлана, у которых запись акта государственной регистрации стала тысячной. Тысячной в год празднования тысячелетия города Бреста. А потому для новой семьи был подготовлен особый памятный подарок от Брестского горисполкома. Ляной Рушник – как символ белорусских обычаев, как оберег, который послужит надежной защитой на долгие-долгие годы. Рушник станет нашим оберегом семьи. Будем передавать его из поколения в поколение, детям, внукам. Да, будем рассказывать, что вот так вот получилась такая очень хорошая история. Семья – это самое дорогое, что есть вообще в жизни. Нужно хранить семью, оберегать, семейный очаг женщине хранить. Я поддерживаю свою уже супругу, да, да. Ее любить, помогать ей во всем, быть и в горе, и в радости с ней на долгие-долгие года. Теперь уже молодожены отмечают, чтобы понять, что их отношения связывает нечто большее, чем дружба, много времени не понадобилось. Заявление подали еще 23 апреля, а 20 июля стало для влюбленной пары особенным днем. В Доме гражданских обрядов жених и невеста приобрели новый статус мужа и жены. Хорошо, что они нашли друг друга. Я, в принципе, с Игорем давно знаком, и мы общались по этому поводу. Он говорит, что это мое. Так что я уверен, что у них все будет хорошо. Это не случайно, все равно. Они же не специально вам выжидали. Они пришли, записались, тут бац, и не тысячные стали. Скорее всего, это, как бы, возможно, даже судьбоносно в чем-то. Мы пожелаем, конечно же, от нашей семьи, конечно, семейного благополучия, счастья, здоровья. Ну, и чтобы они всю эту эйфорию, которая присутствует у них сегодня, пронесли через всю жизнь. Потому что это не забывается. Игоря и Светлану уже объединила искренность взаимопонимания, преданность и уверенность в завтрашнем дне. Родители уверены, их дети к шагу узаконивания отношений подошли осознанно и ответственно. Дети решили создать союз молодой свой. Они подошли к этому вопросу сознательно, со всей ответственностью, взаимно полюбили друг друга, заботились о себе очень щепетильно и трепетно. Я думаю, все у них будет хорошо и счастливо сложится их неналичь в жизни. Пожелаю только больше всего здоровья, деток, как всегда, ну и уважения друг к другу, родителей почитать, ну и быть самыми любимыми друг к другу. Сотрудники ЗАГСа рассказывают, лето в прямом смысле горячее время. Однако не в плане погодных условий, а их работы. Именно в этот период приходит наибольшее количество молодых людей, которые желают зарегистрировать брак. К слову, у вас требованы и даты начала осени. Средним брачным возрастом мужчин составляет 31 год, у девушек 29 лет. Брачный возраст, конечно же, довольно-таки осознанный уже. Я считаю, что это именно тот возраст, наверное, с которого уже начинается семья. Люди уже сознательно к этому шагу подходят. В 2018 году у нас по городу Бресту было зарегистрировано 1952 брака. По состоянию уже на сегодняшний день у нас составлено 1030 записей. Проводя статистику, подводили итоги по полугодию. Сравнивали с прошлым годом, 2018 этот год. Мы опережаем в этом году на 90 браков. У нас больше, чем было зарегистрировано в аналогичный период 2018 года. Это очень радует нас о том, что у нас вырастает количество молодых семей, которые мы узакониваем законным браком. Помните, создание семьи не основывается на простом походе в ЗАГС и подаче документов. Необходимо понимать, что те обязанности и ответственность, которые молодые люди берут на себя – серьезный и важный шаг. Продолжение следует...